Нест Интертейнмент Парижский университет Сорбонна, Франция, 1904 год Все еще не здоровится? Как не заболеть после четырех лет, проведенных в старом, продуваемом ноской сарае, за экспериментами? Четыре года в сарае – это рай по сравнению с четырьмя неделями игры в прятки с репортерами Вы ничего не можете поделать со своей популярностью А что касается новой лаборатории, то... Мы бы хотели, чтобы вы работали у нас в университете Сорбонна на должности профессора физики Я ждал, что вы хоть немного улыбнетесь Простите, просто... Не думаю, что я самая лучшая кандидатура В 16 вы получили степень бакалавра, в 18 – степень магистра И, наконец, у вас есть Нобелевская премия Кто подходит на эту должность лучше вас? Пьер Кюри? Мария Кюри Но ваша жена... Женщина? Профессор Бути, моя жена – ученый Она одна из тех, кто изменил мир В университете Сорбонна никогда не было женщины-профессора, Пьер Как и во всей Европе Мария всю жизнь делала то, что другие женщины до нее никогда не делали Думаю, вы преувеличиваете, Пьер Мария была всего лишь вашей ассистенткой Не более того Вовсе нет Если хотите, я ассистировал ей Я Нельзя думать, будто добросердечная женщина Способна обучить целый курс молодых независимых мужчин Если вы дадите мне пару минут Я докажу, что вы не найдете более квалифицированного работника на эту должность Чем Мария Складовская-Кюри Чтобы быть профессором в университете Сорбонна Нужно обладать выдающимися способностями от природы Так? Конечно Зимеется Мария с детства показывала незаурядные способности Еще когда жила в Польше Ее страной правили русские Поэтому всех принуждали учить их язык Е, е, е Гипта Древ 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 Папа Это слишком сложно Еще каких-нибудь 10 минут, Броня У меня никогда не получится Тогда ты никогда не станешь врачом Хочу, чтобы русские вернулись в свою Россию Возможно, когда-нибудь А пока никто не поступит в университет без знания русского языка Древ Древ Не Во Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Царица Царица Это значит королева Учительница читала вчера на уроке эту поэму Чего еще мне достает Египта древнего царица? Толпой рабов охранена, спокойно властвует она Как ты с этим справилась? Это просто Хотя Марии младше Бронина несколько лет, Марии всегда превосходила сестру в учебе Однако, она этим никогда не гордилась Думаю, все согласятся, что скромность профессору необходима Нет, ничего хуже заносчивого профессора Марии, папа сказал, нам пора Это тебе Твой собственный словарь и русского языка Он совсем новой Ты не сможешь поступить в университет, пользуясь старым Я подумала, что сберегу его для тебя Пойдем, Мария Пойдем, Мария А это Польша Но моя дочь Бронина хочет поступить в этот университет Боюсь, это невозможно Но у нее отличная оценка И по-русски она говорит лучше всех в классе Это не имеет значения, Влади На прошлой неделе все русские университеты закрыли свои двери для женщин Навсегда Нет Нет На тот момент мечтам Брони не суждено было сбыться Никто так страстно не увлекался наукой, как Мария После окончания школы с отличием, она ежедневно рисковала жизнью ради учебы Каждый вечер Мария тайком пробиралась в городской музей Как холодно Да никого нет, пошли обратно Пошли Вот мороз так мороз Разумеется, это был не просто музей Это был еще и тайный университет, где все дисциплины преподавались на польском языке Пьер, никто не отрицает, что Мария влюблена в науку или что у нее доброе сердце Но от профессора требуются большие Я только начал, профессор Липман Вы обвиняете ее в мягкости, профессор Бути Всем бы студентам иметь такого добросердечного профессора Она больше заботится о нуждах других, нежели о своих собственных Уверяю вас, ее сестра Броня могла бы поведать вам об этом Университет Сорбонна Как там красиво У моей подруги есть двоюродный брат, который там учится Только представь Учиться в Париже В самом старом, самым известном университете мира Ты отправишься туда, Броня Моих сбережений едва хватит, чтобы доехать до Франции Не говоря уже о том, чтобы учиться в крупнейшем университете А если мы объединим наши сбережения Я устроилась гувернанткой Работа находится не близко, но мне заплатят 5000 рублей за год Мари, дай договорить Если будем тщательно экономить, то есть вероятность, что в следующем году ты сможешь уехать Пока ты будешь учиться в Париже, я продолжу работать и буду посылать тебе деньги А когда станешь врачом, настанет моя очередь учиться В конце концов, Броня Мы вернемся и научим других тому, что узнали сами Тому, что было бы доступно всем, будь больше свободной Ты будешь первой Ты намного способнее меня Нет Ведь ты так долго этого ждала Но обучение продлится пять лет И я буду скучать по тебе каждый божий день Нам стоит закрыть окно Да По-моему, пыль налетела Или, может, это пыльца? Да, могла быть и пыльца А знаете ли вы, профессор Липман? Когда Мари наконец добралась до Франции, она не понимала ни слова, сидя на лекциях Мари никогда прежде не слышала французского языка Особенно научную терминологию Но через 18 месяцев обучения и существования в беспроглядной нищете Она получила степень магистра в области физики Более того, она была лучшей на курсе А еще через год Она получила степень магистра в области математики Да, у нее были выдающиеся результаты Но главное Мария руководствовалась одним, единственным обещанием Сделать все возможное для блага человечества К счастью для меня, это свело нас вместе Еще неделя, и ты вернешься в Польшу Не дождусь, когда приступлю к занятиям Знаешь, ведь если тайный университет обнаружит, его прикроют Тогда я создам новый Я сделаю все, что потребуется для свободы учить и обучаться Свобода – твоя единственная мечта То есть, это замечательно, но... Позволь узнать, ты... Я хочу сказать... Ты выйдешь за меня замуж? Я не могу Я не могу остаться здесь, Пьер Но ты любишь меня Да Тогда я отправлюсь в Польшу вместе с тобой Нет, Пьер, у тебя не будет возможности там учиться А что с твоими исследованиями? В Польше ты не реализуешь себя? Как насчет твоих исследований, Мария? Я не сомневаюсь, что ты способна творить чудеса Даже в Польше Но те чудеса – это лишь капля в море По сравнению с возможностями во Франции Прости, Пьер Прости Не стыдись того, что уезжаешь от меня, Мария Я глупец, но ты не имеешь права бросить науку Только с ее помощью ты окажешь человечеству неоценимую помощь Я никогда тебя не оставлю Я должен признаться, я об этом не знал Женщина-профессор Почему мы так расцениваем? Женщина-профессор У Марии есть докторская степень Она доктор наук Не женщина-доктор наук, обратите внимание А доктор наук Как вы оба Да, но… Но… Вы же… Я мужчина? Женщины Докторская диссертация Марии изменила мир Да, я помню, когда мы ее обсуждали Она стояла вон там Помню Это было прекрасно Два года назад один немецкий ученый сделал этот снимок При помощи невидимых лучей света, исходящих от него Уран Лучи нельзя увидеть, но они способны проходить сквозь металлы Их называют рентгеновскими лучами Потому что никто не знает их природу и происхождение Но я хочу это выяснить Что ж, это, разумеется, отличный материал для диссертации Но… Мари Еще ни одна женщина не становилась доктором наук Я не против стать первой Через несколько недель результаты ее опытов легли в основу известной ныне теории Только в будущем эта теория будет оценена по достоинству Атом – мельчайшая частица, лежащая в основе всех веществ во Вселенной На протяжении многих лет мы верили, что эта частица неизменяема и неделима Но я усомнилась Я считаю, что рентгеновские лучи исходят от атома урана, который непрерывно распадается Академия наук не место для безумных теорий Она хочет перевернуть все с ног на голову Теория радиоактивности – это открытие, достоинное гения Мужчины становились профессорами из-за меньшей достижения Но мы еще не назвали главного Мари открыла новый элемент Даже когда мы об этом говорили, то считали, что это едва делает ей чести Более несправедливого отношения я не знаю Чтобы обнаружить радио, Мари выполняла обязанности и ученого, и раба Она таскала бревна на улицу, чтобы развести огонь Затем ставила на него огромный котел На каждую тонну булыжников приходилось 60 тонн воды и 5-6 тонн кислоты Для перемешивания Мари использовала стальную балку, которая была длиннее и тяжелее самой Мари Из смеси выделялся вредный дым, от которого болели глаза и горы Когда шел дождь, Мари должна была прекращать работу и втаскивать котел внутрь В помещении дыма было больше, но Мари продолжала экспериментировать Через несколько месяцев мы получили первые результаты Должно быть он 800 раз радиоактивнее урана Это даже еще не чистое вещество, пока Я брошу свою исследовательскую деятельность, чтобы помогать тебе Нет, Пьер, ты не можешь Я должен Ты открыла нечто удивительное Я знаю, я нашла тебя Это было самое счастливое время в нашей жизни Год спустя у нас набралась чаша радиевой соли Но ушло еще три года на то, чтобы растворить горную породу Пожалуй, на этом стоит закончить разговор Нет, не сейчас, пожалуйста Извините, мы понимаем, что вы хотите сказать, Пьер Нет, не поймете, пока не услышите мое заключение Преданность Мари науке и человечеству по-настоящему проявилась, когда открыли всю ценность радиа Что-то не так? Американцы узнали о том, что ради борется с раком Они хотят получить от нас всю имеющуюся информацию Тогда пошли письмо, не задумываясь Я почти так и сделал, но неожиданно понял, что нам нужно поговорить Мир хочет узнать об этом химическом элементе все У нас есть выбор Мы можем поделиться информацией Или объявить, что она конфиденциальна и принадлежит только нам И делиться информацией уже за деньги Я никогда не считала, что она принадлежит нам Как и я Но нам необходимо это осознать Послав это письмо, у нас не будет пути назад Мы выбрали скромную жизнь Это надо знать, Борис Если Ради поможет нуждающимся в нем людям То ничего не остается, как все рассказать Вы знаете, что было дальше Она получила докторскую степень А еще через три месяца – Нобелевскую премию Ни одна женщина прежде не удостаивалась ни того, ни другого Джентльмены, если награды столь важны для должности профессора Тогда Мари достойнейшая из всех Вы добились своей цели, Пьер Трудно представить более подходящую кандидатуру, чем мадам Кюри Тем не менее, единственное, что мы можем Это прийти к компромиссу Я буду твоим главным помощником? Прости, Мари Прости Это лучшее, что могло со мной произойти Ты заслуживаешь лучшего, Мари На родине мне вообще было запрещено учиться А сейчас я буду главным помощником профессора Кюри в Сорбоне Больше вы желать нельзя Два года спустя Молодые люди Вы должны помнить следующее Цель каждого ученого Служить на благо человечества И поэтому Поэтому каждый ученый должен поклясться Простите Итак, каждый ученый должен поклясться Что независимо ни от чего Продолжим завтра Завтра Продолжение следует... Продолжение следует... Три месяца спустя Скоро начнется учебный год Найти человека, который бы заменил профессора Пьера Будет нелегко Дело в том, Мари Что ни у кого нет вашего опыта и знаний Мы хотим, чтобы вы пополнили ряды Профессоров в Сорбоне Если вы, конечно, не против Спасибо, но... Нет Просим прощения за то, что не пригласили вас раньше, Мари Это не имеет значения, профессор Бути Без Пьера наука меня больше не интересует Меня просили передать вам Что ваша старая лаборатория На ее месте строится новая Поэтому старую необходимо снести Если хотите, мы заберем оттуда ваши вещи Без Пьера науки Ох уж, этот сара с его вечными сквозняками Пожалуйста, Пьер, иди домой Я вызову тебе врача Я не могу идти домой Через несколько дней мы получим чистый ради Он не стоит твоей жизни Без тебя этот чистый ради мне не нужен Не говори так, Мари Наши исследования способны изменить мир к лучшему Не важно, что будет Пообещай мне, Мари, что не бросишь наше дело Я обещаю Я обещаю Я обещаю Цель каждого ученого Служить на благо человечества И поэтому каждый ученый должен поклясться Что независимо ни от чему И насколько бы ни была трудна жизнь Он или она Ни в коем случае Не должны сдаваться Служить на благо человечества 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok